Это к вопросу, а Юджи? Ладно, мы ещё вернёмся, друзья. Надо будет послушать вообще. Полезный такой ресурс. Ну, если и слушать, то ещё нужно, чтобы все одинаково это говорили. Понятно, что у нас тут разные ребята залетают. Особенно, что касается разных студий. Ну, в общем, ладно, мы об этом не будем общаться. Ну, есть и никнеймы, которые, может быть, менее созвучны на русском языке. Ну да, но понимаешь, тут много кто говорит, почему вы, например, называете JV, а не JW. Почему вы говорите флюша, а не флаша, как это звучит на английском языке. Ну, как правильно, в общем-то, его нужно озвучивать. В общем-то, ладно, поехали. У нас совсем тут не о плюше, речи не о всех остальных. Почему вы говорите героик, а не героик. Да, да, это точно. Первый пистолетный раунд защиты от команды B.I.G. Атака от спирит, которая уже направлена на длину. Там уже летели флешки, которые позволили ребятам внедриться и отогнать Сан Тареса на машину. Ну, задача простая. Смоук на длину, две флешки. И за всё это дело нужно будет как-то пройти. Ну и, по идее, такого раунда, возможно, ожидают беги. Первый минус очень простой, да в костно минус. Кан Тарес на машине. Отлетает вновь в опаснейший стрейло команды B.I.G. Ну, всё, смок, флешка понеслась. Контр-пуш мы попытались сделать, ребята. Вот они ещё раз пытаются выпасть под флешечки. Ой-ой-ой. Тизи, она слепа, флешки ещё и Гобо Би, который на гусе всё это время находился. Тапсона находит сам Дайянг. Пять на три уже ситуация. Пока что плачевно всё смотрится для команды B.I.G. Сам Дайянг. Как же хорош в этом раунде. 31 фраг за Мираж. И сейчас он продолжает карать своих соперников. Отлично. Работа у него три минуса. И 1-0 в пользу драконов. Просто жёсткий пистолетный раунд прошёл у команды Spirit. Не первый раз они так разыгрывают, но... Ну, дело в том, что, Тафф, когда ты играешь от флешки на длину, особенно если ты выходишь там за испанским ящиком на гусяну, нужно хоть кого-то забирать, когда ты в защите принимаешь противника. Ты видел, там флешка на флешку пошла, там кто-то своего ослепил. И, в общем-то, изначально вот планы сработали. И коммуникация была не на высшем уровне у команды B.I.G. Ну, нужно будет над этим поработать. А с тем временем... Был бы такой ещё один пистолетный раунд. Там стал бы Сан Тарес, дал бы три хоть что-то с машиной. И могло всё по-другому закончиться. Все время выход на B. И давайте посмотрим. Нет, не работает. Ой, тут два стрелы уже. Дима выходит и зарабатывает себе два фрага. Сообщает, кто в доме хозяин на точке B. Тарсон на перетяжке. Понятно, что уже закрыт смоком. В ОРСП остаются, смотрят ворота, смотрят по джиму с длины. Как-то пропустили и то, и ту позицию. И сейчас им вышли. Нет, нет, всё нормально. Вдвоём связывающий справится. Да, тут без шансов. Сам Дайанг в итоге закрывает Сан Тареса. Но Тапсон всё ещё в поиске какого-то хорошего тайминга. Он врывается, но только на коллаж к Диме. И гоу би последний P250, который всё это время пытался всё-таки там зарашить центр. Сам Дайанг готов к этому моменту. Никого не потеряли только что игроки команды Spirit. Это третий раунд. И должны закупаться игроки защиты. Или же там 3600 просто у кого-то. Может быть ещё один там полубай. Вот из последнего матча сделал выводы, что тут, в принципе, за атаку есть некие схожие проблемы с командой WinStrike. Вот не всегда хорошо заходят сплит-выходы на точку B. Да, с Атом занятием ямы здесь всё неплохо. У команды Spirit. Но вот как-то поменять игру, немножечко пофейковать. Да, на Дасте тяжело фейковать. Попали по тизе. Единственный игрок с девайсом в итоге получает такие простелы. 18 хп у него остаётся, а тут выход на длину. Понимает сотвики и компания, что они намного тут жёстче смотрятся в этой атаке. Потому что масса гранат на руках есть, у противника нет там. Ну, только, по сути, хаешки, какие-то флешки на центр залетели. Но в целом пока что до фрага дело не дошло. Хотя очень красные остаются тизе вместе с Антаресом. Это 21 хп на двоих. И давкост уже в яме контролит выхода через точку. А бомба, возможно, будет перетягиваться к центру. Или всё же Spirit не будут отказываться. Это удар по точке А с закрытием от Димы по центру. Тут он в нижней тэшке всё ещё находится и пытается выйти на свои первые фраги. Ну что ж, друзья, такое боевое начало должно радовать всех, кто переживает за команду Spirit. И карту первую выиграли. И такой хороший, неплохой, по крайней мере, старт на Дасте. Если ещё там начнут с первого оружейного раунда, так это будет вообще шикарное просто начало за атаку. Учитывая то, что парни здесь защищаться могут очень неплохо. Да, Тапсон в итоге получает себе М4А4 от красного Тизиана. В общем, атака не спешит, они понимают, что здесь ещё масса времени, чтобы поработать по центру. Там Дима должен выйти на ЗИК. И всё же Бейджи не отпускает точку. Они будут угадывать до конца. Флешка полетела, но никого здесь нет на длине. Только сейчас они врываются. Это три минуса без шансов. Пока что 2 в 5 ситуация. Гоби и Некс. Ну, закрыто. Тут слишком уж грамотно играет команда Spirit. Это любо-дорого смотреть. Фраг, парад, карнавал, называйте, как вам угодно, друзья. Но просто без шансов уничтожают. Вот пистолетка без потерь. Сейчас, походу, раунд без потерь. Вообще. В предыдущем как там было? Ну, потеряли вроде какого-то одного. Хотя, с другой стороны, я не знаю. Вроде как даже ноль. У всех нули. Ну, это говорит о том, что готовы ребята получать ещё больше уверенности. Учитывая то, что провели так хорошо карты Демираж. И вот они коэффициентно по нашему партнёру. Это ЕС.Бет и Спирит. Ну да, 1.72 почему бы и нет. Учитывая то, что они здесь уже выступают первым номером. После взятого пистолетного раунда. После того, как они круто отыграли против остальных моментов. Был раз на длину. Друзья, извините, мы не видели. Мы вот как и вы видим картинку. И, видимо, да, есть минус. И смотрим за продолжением. Второй пошёл. Ну, уже нашли ещё и авик. Ну, как же ломать сейчас эту атаку. Ну, с одной стороны, вот растяжка от команды BG. С другой стороны, они по точкам не могут сейчас ударить нормально. И в итоге Спирит выходит на хороший для себя размен. Поджим Тэшки. Это 4 в 3 поджим Тэшки. И тут важно тизер. Ну, нет, и Тетю видел всех там спускающихся с Титаника. Ну что, может быть всё-таки рискнуть парни? Нет, нет, нет. Не хотят без инфы. Лучше перетянуться обратно. А вдруг второй на ступеньках? Ну, вот учитывая эту ситуацию, очень важно, что всё-таки находился ещё один игрок на длине, который прочекал её. Ну, то, что нет поджима под машину. И обратно можно уже вернуться. И ещё раз после смока ударить по верхней Тэшки. А может быть стоило всё-таки длину просто все вместе ещё раз пройти? Ну да, там есть Тапсон с авиком, но я не думаю, что это была бы большой проблемой. Во-первых, не факт, что читалось. Ну ладно, сейчас по другому пути пошли ребята. Сейчас нужно проверить лево-право все эти штуки. Они тоже понимают, что, скорее всего, один будет игрок на точке B максимум. Заметили Тизена, понимая то, что нужно очень быстро после этого выйти на точку B. Там идёт перетяжка уже полным ходом. Два игрока будут заходить через дверь. Будет ли какая-то флешка? Одна есть у Тизена в руках. Ха-е от Тапсона в никуда. Абсолютно бомба уже на точке находится. Довкос будет её ставить. Сотфик ловит Тизена. Это верхняя Тэшка, но Тизен, он должен был, наверное, играть. Нужно дожимать. Вот кто находится на Титанике, нужно уже отправляться на длину потихонечку. Да бросай ты эту Тэшку. Да не пойдут они. Давай бросай. Ну ладно, тут Сотфик тоже аккуратно действует. Всё-таки Акасарок всем не хочется менять. У нас не такая длинная дистанция. Ещё хочется экономику свою поберечь. Хотя уже по 6 тысяч, в принципе. Ну с другой стороны, да. Ну выйдут, выйдут. Казалось, Сотфик отлетать должен. Уже не успел занять яму, но нет. И тут там было всё на шлявик, и тут надо забирать. Да, да. Этого нужно загонять. Тем более то, что времени ещё достаточно. Там бомба не так сильно тикает. Хотя он может и настрелять тут очень серьёзно. Тапсон замечает одного оттуда в гост на центре. Всё-таки есть попадание. 2 на 1 ситуация. Ну и тут уже в сэндвич попадает игрок команды Бейджи. Я вас слышу. Да, Дима закрывает его. Хотя был выстрел, но не точный. Пока что безошибочно. Играют команды Спирит. И смотрим мы на очередной, судя по всему, полубавит команды защите. В общем-то, какой-то скаут. Дима для него Спирит принимал своего соперника. По экономике всё очень плохо для бегов. Там два игрока команды Спирит ещё не умирали. Это Дима. И кто-то ещё один. Ну смотрим, да, только что была статистика. Да, в кост. Имеет снайперскую винтовку СГ. На руках у Сотфика. Отправляется сам Дайен под точку Б. Это был первый РС. Пока что не получается найти оппонента. Там под ХЕшки неплохо сработали против Димы. Найс, найс. ХЕшечки. Ну а дальше получили выход на точку Б. Ну что же, нужно утащить Дивайс сейчас вглубь лента. Наверное, третьего на Титаник подтянуть. Потому что вдвоём там опасно выходить сейчас. А вдруг под флешку залетят все. Давайте возвращайтесь, кто-то на Титанике. Вообще, что творят Спирит? Как же не спешат Спирит? И насколько всё-таки это эффективно. Против команды Б.И.Ж., которая тоже врывается под флешки, но при этом никого не может найти. Вот был такой момент на длине. И только что тоже на точке Б. Сантарес пытался войти. Но нет. Всё под контролем атаки. В итоге бомба только сейчас будет поставлена. Гоби и Тапсон. Это те ребята, за которыми уже можно, в принципе, не охотиться. В предыдущем раунде было важно выбить ОВП и АУК. А здесь пистолеты, ребята. Ну гуляйте теперь по точкам. Знаешь, как я сказал, вот не спешат, но в принципе на Дасте не так много быстрых раундов за атаку. Есть респ на длину, и при определенных раскладах это сплитбэк, когда нужно там чётко смоук дать, пролететь очень быстро на центр карты и выводить соперника на трёх длинах. Ну или на контакт выйти просто в центр без раскидки. Тоже бывает такое. Особенно, если противники очень часто зажимают длину втроём или даже вчетвером. Такое тоже бывает. И главное это информация за атаку, особенно людей, которые выходят через банки. Так, СГ для сотфика. Посмотрим, куда пойдёт номер шесть. Есть сейчас, кстати, у Довкоста очень смачный респаун. Правда, единичный, но он пойдёт, пойдёт щёлкать. Ну должен выйти сто процентов. Там на стат уже выходит Гоби. Хая залетает, но всё-таки там нет пока что попадания от снайпера, который уже решил отойти обратно к себе на респаун. И два игрока также отметили себя на верхней тэшке от атаки. Это сам Дайянг, Дима, у них там будет постоянная связка. Беги занимают длину, после этого перестраиваются, оставляют там двух игроков на респаун. Как я понимаю, возвращается у нас к Санта-Рес. Сейчас обратим внимание, нам его покажут. Да, спасибо большое, на респауне. Ну и продолжают в медленном стиле действовать спири. Да, не продавили длину, сейчас проверили нижнюю тэшку. Достало время, возможно, смачков занять шортзиг. А от зига также можно играть разные раунды и сплиты на Б. Если есть, они вот с этими фейками там смачки раскинули. Может быть, даже кто-то впрыгнул. Но в этот момент там должны выходить Б. Но Б не будет, потому что никого в тэшке нет. Хая неплохая от Санта-Реса. Тот пока что на нуках прикрывает выходы через зиг. Там три игрока будет. Бомба до сих пор еще при выходе на длину. Но это сплит на точку А. Готовится командой спирит. Хороший будет раунд, такой проверенный. Там еще и АВП будет себя чувствовать неуютно. За Тапса нам следим, сейчас от него очень много зависит. Он перемещается все-таки ближе к точке. Должен принимать сейчас зиг. Ну все, 4 зиг, 1 длина. Даже, наверное, последний уйдет. Немножечко развелись соперников. И учитывая позицию к Санта-Реса, но он успел поменять ее. Ой-ой-ой, флажка еще летит. Там десант от одного из спиритов. Да, получается все-таки или нет. Убить соперника Дима. Но немного ошибается сам Дайен. Добирает красного соперника Гоби. Толь же на смене. И эта бомба устанавливается на зиг. В принципе, все неплохо. Даже в ситуации 3 в 4 можно здесь разруливать. Ой, Сотфик, почему Гоби не смотрит на эту позицию? Вот, видит, не залетела. Ну же, и голова хорошая. Зарвался Арбузик. Ну что же, 3 в 2. Да, Тизиан, next. Уже только Тизиан. Выход будет через контровский респаун. Да, в кост не отпускать соперника. И это уже работа от Сотфика. Отлично все получается. Разыграть 3 минуса. И, если честно, Тафа, ты знаешь, я вот о чем подумал. То, что Тапсон с ВП, ребята, не должен он играть с этим девайсом. Это как Форрес с ВП. Это Аимир, который должен всегда играть с автоматикой. В итоге Ксантарес будет с Наймером в команде. Ну дайте Ксантаресу, тогда ВП он тоже будет там 1 минус давать какой-то. Или вообще там позиционно проигрывать постоянно дуэли. Ладно, воу-воу-воу, спирит, остановитесь, ребята. Надо вообще как-то вот сейчас забрать, наверное, на седьмой. Пора бы уже обнулить немножечко, ресепнуть серию проигранных раундов подряд. Ну все под контролем. Это дефолт с командового капитанта, что мы должны контролировать абсолютно всю карту. Есть игрок на респауне. Это давкост под точкой Б тоже. Дима. Ну и 3 бойца, которые отвечали за длину, куда уже внедряется колди. Будет подсадка на голубой. Команда B.I.G. вообще не имеет никакой информации, только в Зиге. И в центре есть две позиции, которые могут ее получить. У Сотфик, если сейчас не погибнет, у него будут такие приятные проблемы. Им нужно будет избавляться от денег, чтобы не было ни в коем случае 16 тысяч. Ну это такие минимальные проблемы, там не так много. Ну, значит, кому-то будет давать дроп, если там минус. Кстати, интересно, сколько денег не добрали Беги, потому что они за первые три раунда ни одного фрага не сделали. Вот сколько обычно там 5 делает команда, даже если проигрывает 0-3. Интересно посчитать такую статистику. Полторы тысячи, две. Ну, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, ты знаешь, даже имея преимущество, они часто проигрывают свои позиции. И вот непонятно, почему там такое ощущение, что коммуникация хромает. В данном случае, у данного коллектива. Не чувствуют карту. Дявно видно, что пока что просто великолепно комбинируют спирит свои раунды. Понимают, играют несложно просто. И это просто суперэффективно работает. Молодцы ребята. Дима в итоге проходится по Тапсу. Но там шансов вообще не было. Сантарес неплохо. Есть хэдшот по Диме. И врыв, Гоби! Как же так? Бомба здесь на точке. Вся информация необходимая уже есть у бегов. Но оружие намного круче. Вот спирит. И опять же простая ситуация. Понимаешь, плэн, спуск. Хотя Гоби, что ты делаешь как? То нам нужен повтор, ребята, потому что П-250, который на точке. Да, понятно, что первый фраг он делал там с забочками, но потом успел отойти. Еще и потом настрелял. И в итоге таким образом команда Бейджи забирает себе первое очко руками Гоба Би. Вот казалось бы. Там что это вообще было? Это был праунд с пистолетами. Да, и сразу же пауза, кстати. Возможно, от тренера команды спирит. Потому что остановились на какую-то секунду ребята. Но стоило, конечно, найти. Там были контур-флажки неплохие, врывы через смог, которые тоже были подконтрольны игрокам на машине. Я еще хотел после этого раунда сказать, Тафа, ну посмотри, как же жестко они ждут эти врывы. Но вот дождались такого, что Гоби прошелся по одному, там по два тапа просто навешал. Хотели сбитую серию получить. Вот прямо сейчас отличный шанс. Вновь начать выигрывать раунды в спирит. Там обнулить вообще полностью команду Бейджи. Но для этого нужно выиграть сейчас раунд. Затащить. Да, сообщение от ES.bet. Ну, вы знаете, 2.15. Я думаю, что там пожестче будет на команду Бейджи. Особенно учитывая то, какой счет у нас разворачивается, вообще события не в пользу этого коллектива. Да, только что получилось взять этот раунд руками только одного человека. Но как дальше? Дальше нужно, чтобы все остальные включались. И Тизиан молчит, тот же Тапсон мало работы выполняет. Ну, Ксентарес, как ты уже сказал, свои фраги какие-то делает. Но дело в том, что на исход раундов не особо-то влияет часто. Такое случается. Все равно им тяжело, да, без попадающего авика. Вот вытягивать эти раунды на точке А, ну, невозможно. Тут нужно кардинально что-то менять. Либо угадывать, либо там вспомнить, что сделал бы Зоник в такой ситуации. Он бы поставил 4, либо 5 человек на А. Возможно, и вот как-то пытался бы угадывать. Но не просто вот так вот раунд за раундом попадать в одну и ту же ситуацию. Ну, посмотрим Тапсон. Может, мы зря его ругаем. Гоп-биг, Сантарес справляются с длиной на этот раз. Вот и, пожалуйста, в Т-шке. О, на Б также минус Атнекса. Ну, Дима по информации решил, видимо, там пикнуть точку Б, но к этому был готов. Один из опорников. И еще выход на центр тоже планируется. Колди вместе с Давкостом остаются. И это, возможно, врыв от Атнекса через окно. Это будет ошибка, учитывая то, что контролируется данная позиция. Положение не самое лучшее, учитывая то, что потеряли только что Давкост. Аксантарес 3 минуса. Ну, наконец-то, хороший бай-раунд от команды B&G. То, что вот они смогли выйти хорошо на длину. Там раскидка была в наличии. Флешка классная полетела первому выходящему. И Гоби успел пройти первым на яму. И при этом он не был слепым. В общем-то, тут, конечно, плюс команде B&G. Приняли. Длину хорошо. Но это такое, знаешь, 50 на 50, грубо говоря. Потому что в следующий раз можно там и не удержать. Ну и вот недавно говорил я, что там были у Сотвика почти 16 тысяч. Ну, а мы сейчас посмотрим на экономику команды Spirit. И, в принципе, там почти все закончилось. Зик, посмотри, насколько быстро действуют ребята. Там через эту позицию неужели такой будет выход через смоки. Флешки тоже полетят. Сапсенс АВП. Молотов на выход не самый приятный. Это там длина тоже подключается. Гоби как принимает ее флешка. Еще одна полетела. Минус Колди. Пока что все неплохо для команды B&G. Топсон. Еще один фраг и Гоби помогает. В итоге захлебнулась атака с плитом на точку. Этот апгрейд был какой-то слишком непростой. Возможно, все-таки три шорта нужно использовать ребятам. Длина так и не вышла. Они стояли на этот смок смотрели, который лежал под уголком. Ну, а ребята на шорте просто не имеют никаких шансов. Там, по идее, один, любой там снайпер должен просто так. Одного, второго, третьего. Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, хочется похвалить, наверное, команду Spirit, что они решили переключить скорость. Вот они изначально играли довольно медленно, то есть выходили на длину только при наличии респауна, а здесь какая-то активность на зиге появляется. И, ну, тут шанс поймать команду вне позиции соперника. Они просто видят три длина и все, быстро занимают шорт. Ну, просто вот если бы... Да, у них есть куча вариантов. Это, конечно, хорошо. Команда думает, меняет, пробует варианты. Это замечательно. Но вот сейчас бы какой-нибудь, опять же, вот... Не хватает вот... Главное, не сыпаться. Маленьких фейков, знаешь, вот заняли зиг. Вот это можно пользоваться. Вот не делать то же самое, неспокойно там зажимать точку, пытаться расшатать оборону, там, раскидать смоки, там, запустить одного, вернуться, сплетануть. Ну, посмотрим. Я думаю, все это есть у Spirit. Действительно, команда работает и... В итоге вторая пауза залетает. Ну, скорее всего, для команды Spirit. И, сертус, как ты сказал, тренер должен сейчас объяснить, ребята, нельзя сыпаться ни в коем случае. Вы не можете отпускать соперника. Нужно его душить, держать дальше, до конца дорабатывать. Да, не получается. Да, у них уже лучше девайсы на руках, но и вы тоже будете копить экономику прямо здесь и сейчас. В итоге Тапсон закрывает давкоста. Это случается у нас на центре. Там еще один игрок на зиге. В общем-то, всех закрывает. Здесь нижний отэш, как Сантарес, работа, плюс экономика, плюс по статистике. Ужасно, ужасно все получается. Все-таки вот что обсудили, ребята, что купим один авик, и через этот авик выиграем раунд. Но уже даже его засейвить не получается, потому что минуту 25 у тебя один игрок с деглом остается на карте, и однозначно, ну, скорее всего, его дожмут. Ну и дисциплина команды B&G. После этих фрагов никто никуда не идет. Они понимают, что если надо додушить соперника, то только вместе. Замечает Колди, кстати, который должен уже с АВП работать. И, возможно, получится кого-то в концовке этого раунда забрать. Выход через банку. Флажка неплохая от Гобови. Еще одна полетела, но не в цель. Колди в итоге ликвидировал его. О, и мы ждем выходы от остальных. Сан Тайроса тоже прочитал. Нужно остановиться, ребят. Нужно остановиться, потому что сейчас ты третий. Но если развернется, сейчас посмотрит с B, потом это будет очень круто. Но вот он четко, он закрылся, посмотрел. Тайминг поймал, к сожалению. Но неплохо. Найс-3, что можно сказать. Такая ситуация. На четверку в табло залетает команда B.I.G. Вот он, первый фраг. И АВП, который его пропускает, оно еще, видимо, не выстрелило вообще. Да в кост, я так понимаю, хотел там подсадиться. Но Тапшин был слишком быстрым. На Диком Западе. Да, друзья, говорили мы про Цертус. Не забывайте, что тренеры команды B.I.G. Это Легия, который, в принципе, прекрасно знает, что такое команда B.I.G. Ну и парень под ником Какафу. Там два тренера, поэтому... Да, помощник, тренер, аналитик. Вот там в немецких организациях это нормальная тема. То, что вот есть и тренер, и там и NKJ, который в одно время был в Моуспорсе, еще где-то работает, в общем. Одиннадцатый раунд, и он уже начинается с печальной новости. Команда B.I.G. потеряла Сантаареса. Это был первый выход от Довкоста. О, вот это, по-моему, будет тот самый фейк. Либо сразу сплитбэль. Я надеюсь, что все-таки займут Шорт, Зик-Зик, и после этого уже начнут отыгрывать. Но это было слишком, Дима. Есть Тапсон, который тоже читает, говорит, так, два раза длина была, сейчас быстро, а теперь они что-то поменяют. И абсолютно были правы ребятам. Хотя это уже, конечно, после минуса Сантаареса было вынуждено такое немножечко изменение, но угадали. Очень выгодная позиция, кстати, у Гоба Би с АВП. Он держит на себе длину, и при этом бомба до сих пор еще находится в Иксбоксе. Это центр. Раскидка уже пошла, там как-то напрягает, видимо, точку B. Один из бойцов команды Spirit, там находился сам Дайян, Кейтизин, пока закрывается с Маком. Но мы уже с Тафой точно знаем, что это будет выход на точку B. Ну, такое ощущение, что перед этим Spirit они забывали, но должны вернуться. Вот B в одном направлении, это, конечно, очень сложно. Но что поделать? Рискуют ребята, но, скорее всего, это все печально. Закончится в минус. От Тапсона отлично. Сейчас как раз с АВП работаем, где-то мы его ругали. Но сейчас все, что нужно делать, этот игрок понимает, что не выйти Spirit, что там есть второй. И 28 секунд до конца. О, это все плохо. Крайне невнятный раунд показывает команда Spirit в этой ситуации. Сам Дайян все же проходит вместе с тиммейтом через их. 20 секунд остается до конца этого раунда. Но тут уже Гоби на перетяжке. Откидка флешки очень крутая. Успел заняться после пая. Ну и, конечно, теперь как же его пройти? Вот так вот, сам Дайянка. Теперь справа нужно Некса и еще второй такой хэдшотик. Ой-ой-ой, не получается. В итоге два хэдшота от Некса. Вот она стрельба от него. И только сейчас Колди вырывается в спину, но уже не вовремя. Понятно, что раунд в пользу команды БАГ. Колди не мог раньше выйти, ребята. И там нужно было бомбу заносить, чтобы поставить. Поэтому тут реально, если бы начали перетяжку, возможно, секунды на пять раньше, все бы получилось. Да. Жестко! Ну, попытка неплохая. Ты знаешь, мне казалось, что они, в принципе, ни одного фрага там дальше не сделают после того, как их тапсы на точке Б принимал. Но все же смогли пройти центр, потом выход на зиг. Но Некс, конечно, показал свою стрельбу, как и в лучшие свои времена. В этом раунде 1К47 от Колди, который направляется на точку Б, будет ожидать врыва от соперника, который пока откидывает дефолтный молот в тоннель. Никого нет на длине, только вот на центре тусовка от Сотфика. И понятно, что это все будет на информацию и с выходом на точку Б. Все очень сложно для команды БИГ. Вот сейчас 3-400 каждый раз получают Спирит, ставят бомбу вообще, у них там по 4-200 каждый раз с пушками. А тут еще играть-то есть раунды, в общем-то есть время использовать эту дополнительную экономику для Спирита и все-таки забрать седьмой, а может быть и восьмой раунды. Но посмотрим. Беги неплохо разыгрались, серия из пяти продолжается. Шестой, скорее всего, подряд так же, как и Спирит заберут. Вот сейчас... Ой, какая опасная позиция пошла. Раскидка молотов на танцпол. Дима пытается загнать соперника, получается убить одно. И Некс погибает от Колди. Вот он, Калаш сработал на размине. Отличная работа 4 в 3. В итоге ситуация бомба будет поставлена. Молотов в окно. И слишком далеко находились остальные бойцы команды Бейджи, которые были убеждены в том, что это выход на точку А. Три девайса в руках команды Спирит уже. Есть большинство. 4 в 3 ситуация. Но это, походу, в ответ за тот раунд, который с пистолетами при счете 6-0 взяли. Беги. Видимо, такой же все-таки зайдет от команды Спирит. Ксантарес чекает угол. Дает информацию, ребята, что один все-таки с тэшки пойдет. 3 в 3 здесь смог пока отлично работает. Ой, какая флешка. Сам Дайянг слепой. Ксантарес получает еще флешку себе в лицо. Господи, его сам Дайянг в итоге забирает 2 на 3. Уже один остается боец команды Бейджи. Это Гоби. Скорее всего, здесь до конца будет драка. Нет, все-таки он хорошо попадает под Авкост. У Авкост правильно поджимал. Имел хороший шанс забрать здесь игрока, но точность... Заберите у Ксантареса флешки. На самом деле, так хорошо одного слепил. В итоге выходил так безолаберно через этот тоннель, через смог. Но в итоге очень важный для себя забирает команда Спирит. Потому что уже есть возможность выхода на счет 10-5. А Ксантаресу не тиммейты в лицо накинули? А тут вот вопрос. Потому что была одна флешка 100%. Потом мы заметили, как сам Дайянг разворачивался. И уже после второго поворота Ксантарес вновь был слепой. Это, возможно, была действительно мискоммуникация. Но в любом случае он после своей флешки должен был врываться и забирать минимум одного соперника. Ну что же, есть, конечно, экономика у Бейджи. Правда, вот у трех игроков все похуже стало. Но 4-5 500. Ну что-то могут придумать себе, конечно, ребята с этими деньгами, если сейчас не возьмут. Ну и давайте посмотрим за идеей от Спирит. Два тэшка. Пока что дефолтик. Проверяют все поджимы. На длину выйти не смогли. Видимо, респауна не было. Либо не планировали. Ну и теперь потихонечку все-таки, видимо, будет занятие Зига. Главное не получить СВП. На этот раз, как уже было в предыдущей попытке. Уже очень хорошая позиция, которую могут не прочекать игроки атаки. Дима спускается в нижнюю тэшку, помогает своим тиммейтам занимать центр. И, возможно, это будет Спирит. Ты знаешь, мне кажется, что было бы неплохо именно сейчас засплитовать Б. Потому что такого раунда еще не видели. Мы там три игрока. Вот в чем проблема. Но при этом, ой, поджим сам Дайанг проморгал в итоге. Но не так уж много шансов было против Тапсона его АВП. Все, АВК на Б, Тапсона на Б, значит, на спуске. Ну, вряд ли там хватит. Хотя могло хватить денег Губи, но ладно. Вот поэтому, наверное, не решаются. Все-таки, может быть, и второй АВП здесь на точке. Занимают зиг игроки атаки. Туда же перетяжка будет от бомбы. И вчетвером через зиг. Ну, где-то такое мы уже видели. И против Сантареса будет тяжко выходить. Это факт. Это смоки, это десант должен быть сейчас. Правда, уже в РУСПе здесь есть игрок. Это очень плохо. Смок под гобов имотов. Сантарес упор пошел принимать. Да, там вообще непонятно, что происходит в смоке. Вроде как Сантарес был все это время. В итоге Дима пытался выйти. Нет, не получается. Некст спину забирает Холди. Да, в коз. Как это дает он. Некст и Сантареса, но вот дальше Сотфика потерял. В другой ситуации у нас, возможно, будет флешка еще под гобобит. Да, получается в итоге забрать его. 1 до 2 ситуации. Горб, и как он это делает? 1 на 1 против Тизена. АУ против АВП. Это минус 4. Возможно, АС. 7 секунд до конца этого раунда. Да, нужно ставить бомбу. И потом уже играть по ней. А чего боялся Тизен? То, что его пикнут. Надо было идти в пик. Ну ладно. Вот чего он боялся. Он знал, что он в прыжке все сделает. Ну, ребята, такое не фиксится. В общем-то, такое. Ты не можешь перестрелять. Ну, разве что там какая-то молниеносная реакция с АВКом будет, чтобы убрать соперника, который в прыжке вот так вот ставит свой хэдшот. Команда Бейджи вышла на 6 раунд. Но как же постарался игрок Спирит. Отличная работа. Такой nice strife. Как это было сложно. Так, а что там, кстати, по 6 тысяч? У кого-то 2 900. Сейчас посмотрим. Тапсон, конечно. Хорош был в этом раунде. Вот он и Ксантарес. Кстати, как он сыграл в этом раунде, мы тоже увидели. Эффективность, конечно, нулевая. И при этом он еще и Гобу Би пропускал абсолютно всех. То есть понимаешь, что он прятался, но при этом его тиммейтов там уже убивали. И он никого не забрал. Но вот он хэдшот. Еще раз повтор. Спасибо большое. Тизен. Он жестко тизен. Это было действительно очень важно. Очень крутейший раунд для себя. Забрали Биги, а сейчас бы не потащили. Непонятная ситуация была у них тоже по экономике. Ну и, друзья, вот такие вот коэффициенты от ESB. Как тебе? 262. Мне кажется, что это... Ну, возможно, конечно, на эту карту вот только. Ну, нужна какая-то вот информация по этому поводу. Потому что если это только вот на даст, это лайф, то... Ну, не совсем. Это показывает силу команды BG, если честно. Но 1.45 у нас еще тут ничего не ясно абсолютно. Тут еще спирит, конечно, могут доиграть. У них тоже там были некоторые проблемы на мираже на первой половине. Ну, даже учитывая то, что они большинство раундов смогли взять. Но потом за вторую сторону они доказали то, что... Ну, они намного сильнее соперников были. И здесь тоже игра равных команд, ребята. То есть я бы не смог ни в коем случае сказать, что у нас там сейчас играет команда, которая только прошла на квалификацию к мейджору и команда, которая была в легендах, например. В BG нужно будет такой вообще работой, такой объем провести работы за атаку. Потому что мы знаем, что сильная сторона спирита защиты на втором дасте. Они хорошо здесь, великолепно защищаются. Им намного проще. Хотя атака потихонечку растет. И тут BG нужно показывать такую же идеальную атаку. Конечно, эти ребята тоже такое умеют. Но учитывая вот все эти перестановки, истории со смуи, мне кажется, что опять же будет не все так просто. И все шансы есть у спирита на 2-0. Ну и не Тапсон должен быть основным снайпером, если честно. Это факт. Как бы этот парень, который попадает очень жестко в голову, играет с Калашом, да и со всем остальным. Ну, нельзя все-таки его закрывать в ВВП. Это мое мнение. Я буду его повторять постоянно. Ладно. Знаешь, у Тапсона там тоже был какой-то период, когда он просел вот так люто. И не было того самого Тапсона, который на мажоре там уничтожал на Инферно своих оппонентов. Ну, какая агрессия от Го Баби. Тапсон, кстати, с ОВП помогает ему пройти дальше через эту банку. Ни в коем случае нельзя появляться там, потому что колдик к этому готов. Ну и вы знаете, уже будет перетяжка от снайпера, который показался против Зига. Кстати, в этой позиции еще должны тоже появиться у нас ребята из команды Spirit готовить раскидку на центр. Но это, скорее всего, ради того, чтобы пройти сюда. Тут, кстати, интересный смог будет от Сантаареса. Так, Зиг занимают ребята наконец-то. Вот очень быстренько. У них есть контроль центра карты. Игрок в тэшке. И вот сейчас, возможно, и с фейком сыграют. Либо с люркером просто в Зиге. Ну, давайте посмотрим. Пошел номер шесть. Там воевать. Сантаарес забирает Диму. Ой, все-таки давкрост играет на размене. Сантаарес пытался дальше спрейт, но был наказан. Не самая лучшая позиция. Не самая лучшая вообще игра от турецкого бомбардира команды BG. Два игрока на центре. Один отвечает за длину. Один на бомбе. Это расположение команды Spirit. И уже нужно потихонечку вместе собираться. Четко сделали. Сотфик понапрягал Зиг. Сразу оттуда убежал. Понимал, что там могут и в ответ гранаты залететь. И тут команда перестраивается. Не под сплит точки B, а просто переходит на длину. Это неплохой вариант. Но тут, конечно, будет решать Тапсон. И время, да. И что по гранатам вообще есть. Да, есть два смока. Это очень хорошо. Потому что через один не пройдут ребята. Там, скорее всего, Гобби пойдет в спину. ЧСБ настреляют. Гобби уже, да, крадется в спину. Да, уже заколил перетяжку. Как играет Тапсон дальше? Там вот смоки полетели, да. Очень важно в этой ситуации закрыть спину сейчас. Ребята, им с команды Spirit дам просвет. Но флажка неплохая полетела. Тапсон горит в итоге. 8 секунд до конца этого раунда. Через смок залетает от Тизиана. Гобби. Вот он, выход в спину. Это минус Колди. Также падает Сотфик. Последний сам Дайянк. Это испанский ящик. И все же времени не хватило. То, о чем мы с тобой уже говорили. И, конечно же, седьмой раунд в руках и в капилке команды B.I.G. Ну и нет денег у команды Spirit. В итоге так можно и половину все-таки выиграть бегом. Да. Повторяется история карты The Mirage. До последнего было непонятно, кто же все-таки забирает себе сторону. Spirit закупается. Понятно, что на все абсолютно деньги. Там Скаут, есть Галил, три пистолета. Ну и при этом сам Дайянк, видимо, давал дроп, потому что сам будет играть полностью голым. Да, есть первые арморы, и это все. К сожалению, нужно как-то действовать аккуратно, подбирать девайс мертвого тиммейта и дальше как-то доигрывать. Ну, либо хелповать хорошо с пистолетом. Проходит втроем Т-шку. Там же проносятся бомбы у Spirit сейчас. Контроль длины есть. Центр уже пошел. Номер 7 это давкост. Со Скаутом, конечно, рисковал. Но что поделать? Это КС. Санта Рас чувствует свою силу на центре. Но за это его уже в прошлом раунде наказали. Молотов откидывается и будет перетяжка. А тут уже выход от Димы и компании на ЗИК. Санта Рас в позиции на нуках. Там также будет расположение на машине. Так что все хорошо. Ух, какая хея. Не очень приятная. Да, если бы еще одна залетела, было бы здесь все фатальным для команды Spirit. Ну что ж, десант замечен. Очень простой минус для Тапсона. Но тут уже слишком прямолинейно пытались выходить ребята из Spirit. Санта Рас все это дело читает. Даже без флешки должен идти дальше. Дима падает и раз смена не будет от Сотфика. Только Давко вступает, но недодолго Гобби уже по спине поработал. 8-7 в пользу команды Бейджи. Хотя изначально, обратите внимание на прогресс раундов. Преимущество было у команды Spirit. С счетом 6-0 они начинали карту ДАС-2. И должно было быть счет 7-0. Вы не забывайте этот раунд с проигранным пистолетом на точке А. А этого Гобби, который сотворил просто жесть какую-то из-за считанной секунды минус 3. Да, это был перелом. Потому что после этого масса раундов подряд. В общем-то получается выйти на экономику. Ну и потом получается вы отдаете один раунд сопернику. И это тотальный ресет уже у Spirit. По сути там на последние 2-3 раунда не было вообще денег. Даже учитывая то, что они бомбу ставили. Ну как, в какой ситуации, да? Ну все равно, значит, Spirit, мне кажется, должны были хотя бы 8 раундов. Взять как-то вот за оставшиеся 9 с экономикой, взять только один. Но это было не очень хорошо. Да, и сейчас вопрос к тому, как они будут выступать за контур-террористов. Довкост должен, конечно, носиться по всей карте. Тут снайперская винтовка должна просто печь, чтобы закрывать команду Бейджи по всем фронтам. И вторая снайперская тоже может появляться. На мираже мы это увидели. Сотфик. Посмотрим, что с длиной будет. Потому что очень важно как раз сейчас ее не пропускать. Вот как это ребята делали против WinStrike. Как у них это получилось в последний момент. Прям и... Посмотрим, посмотрим. Приживаю я немного за Spirit. Потому что вот не все так просто на этом втором Dust. Вроде бы их сильная сторона. Сейчас все сходится. И они вроде бы могут протащить. Но это команда Бейджи. Это и хороший капитан, и тренер есть, который может хорошо, замечательно заколить. И это уже выход под шифтом на длину. Там же находится бомба. У Spirit очень закрытая позиция. В общем-то, колди только один там находится на точке. Но если увидеть оппонента, тут же будет перетяжка с Зига. И, кстати, вот семерка у нас тоже находится в интересной позиции. Давкост, видимо, поджал нижнюю тэшку. И должен, наверное, пойти после этого экшена дальше, чтобы проверить точку B. И чтобы его тиммейт перетягивался обратно на А. Это Дима. Вот он второй контакт. Давкост забирает Некса. Было важно его забрать. Насколько все-таки. И, по-моему, увидели только что проход в Зиг. Вот игрок в тэшке. Да, пошла инфасом до Янгу. Хороший прием. Все на длине, скорее всего, понимают это ребята. Ну и давайте посмотрим. Отдать А. Бомба может зайти. Кстати, тут проблема. Тут не будут рисковать, возможно, Спирит. И дождутся всех тиммейтов. Нагло играет Апсон. Но хэдшот не залетает. И вот он, выход от Тизиана тоже там безуспешно. Колди пока что просто отмораживается. Им нужно сидеть за этим ящиком, пока тиммейты все остальные перетягиваются. Сам Дайян. Как же он жестко тапает по этим головам. Минус Тапсон. Два в пять ситуация. Дождался трех тиммейтов. Начинается выход под флешку. Давайте смотреть. Вот теперь уже все вместе кучей по-своему опасно, страшно. Должно быть Тизиана. Ой-ой-ой. Ну, шансов все меньше и меньше. Гобби все это время заходил в спину. Колди его читал, но все-таки не перестреливают. Но, с другой стороны, бомба стоит не на Гоба. Так что 8-8. Это счет, после которого Бейджи должны задуматься. В общем-то, то, что они провели сейчас не очень классную пистолетку. С другой стороны, бомбу поставили. Денег заработали. Должны сейчас полностью слить. И основной экшен начнется в 18-м раунде. И вот они фраги. Мне кажется, не должны. Думаешь, купят? Можно и рискнуть здесь. Ну, возможно, да. Вот это, знаешь, такой шанс. Это вообще дилемма. Слить один раунд, выпустить противника вперед на одну очко. Или закупиться и полностью поломать экономику. Если уверены в своей атаке, то сейчас скупят. Ну, тут вопрос. Да, Тапсену бросили этот калаш. Но вот что остальные? Остальные, возможно, ничего не будут покупать. Или еще один калаш. Я все-таки думал, возможно, в стиле Na'Vi. Там, как люди сейчас пытаются играть. Там, через один девайс. Но, видишь, фармганов не наблюдается у команды Спири. Так что они готовы. Там будет скаут. Ну, понятно, Довкост попадает очень жестко с этого девайса. Аук, Фамос, Фамос и М4А4 Дима. Ну, паузу поставили. Вот интересно, кто? Потому что могли Спириты. Учитывая то, что надо посчитать, как могут сыграть противники, исходя из того, сколько фрагов они сделали. И сколько денег заработали с бомбы каждый игрок. И сколько калашей может быть на руках. Легко могли поставить паузу. Потому что сейчас очень важный раунд. Важная оружейка. Потому что она где-то будет влиять чуть ли не на всю половину. Вот, по крайней мере, экономическую составляющую. И лучше потратить одну, а даже, может быть, и две паузы. Обсудить все и не отдать этот раунд. Опасный момент. Да. Вот в Тизиан. 4 на 8. Секунда. Для того, чтобы взглянуть на статистику. Какой дилей на стриме? Ну, я не знаю. Где-то минута. Если взять паузу, дождаться, пока на стриме увидеть, что там купили соперники. И сразу на F нажает. Там F1, F2, F3. Ну, в общем-то, два калаша. Посмотрим, что там у Гоба. Да, это P250. Тиггл от Nexa. Поехали. Это важнейший момент. 8-8. И будет контр-флешка. Тут раскидка на длину. Сотвик закрывается смоком. Тапсон не стал туда идти, потому что сам был слепой. Еще одна флешка потрачена в никуда игроками атаки. Давай смотреть. Второй, четвертый номер. Очень важны, конечно, калаши на карте. Пока что один проходит по нижней тэшке, второй перед длиной. Вот разделили оба калаша. Две таких боевые группы пока что в этом раунде у команды B.I.G. Все, бросают потихонечку длину. На шифте подходят под центр карты. Мы видим эти два набора раскидки от Тапсона и к Сантареса. Ну, то, что никто, даже скаут, не появляется на центре, это уже говорит о том, что Спирит читает бай от соперников. Даже вот ни одного выстрела еще не было с калашей. Но, тем не менее, опять же, там скаут, а не АВП у Довкоста. И очень важно, чтобы ребята на Аппленте сейчас безошибочно отыграли этот прием. Номер 7 и 8. Это Довкост, Дайянг и в РСП Сотвик. Смог тайминговый, уже залетает на ЗИК. Останавливает он игроков команды B.I.G. Хае не самое лучшее. Понятно, что опасался Довкост этого выхода. Да и Хае было бы круто попасть по сопернику, так как скаут уже дальше бы добирал с одной некоторых. Тут очень опасная ситуация. Ну, ох, возвращается Сотвик. Его даже услышали, как он пробежал. Ну, все, пошла какая-то информация. Парни понимают, что это будет сплит-выход на точку. Сам Дайянг получает хэдшот 26 хп. В итоге остается флажка. Еще одна полетела. Нужно контрагрессировать уже по этой длине. Нет, не получается. Дамсон убирает одного-второго тоже. На лопатки Сотвик падает. В итоге притяжка еще одного. Это Дима, который с МК должен хоть кого-то здесь забрать. Нет! Сантарес его переспреивает. И Тизион закрывает Довкост на дефолте. Последний остается Колди, который должен идти на сейф. Это все-таки раунд для команды БИГ. Ювелирная пауза от них была. Полностью оправданный бай. Отлично закупились. Отлично исполнили. Здесь исполнили ребята из команды Spirit. Все было неплохо. Я увидел, что Сотвик в РСП. Я подумал, возможно, стоит ему как раз где-то на пленте сейчас оказаться. Но там еще ситуация. Там до Янга решили вдвоем контрпикнуть длину. И к чему это привело? Это просто ужасные последствия. Перевело к краху экономики. Потому что у большинства 1450. Нужно сейчас покупать пистолеты с армурами. Это форс от команды Spirit. Да, если не получается здесь, то еще одно эко. Ну, в общем-то, ребята, БИГ после этого могут выходить на счет 11-8. Но рано загадывать. Кстати, РСП неплохой, чтобы выйти на длину. За нее защита даже не воюет. Потому что мало там гранат было. Это будет близкая позиция на центре. Также в Зиге два игрока. Ну что же, посмотрим, залетит ли по голове сейчас у Довкоста. Очень было бы важно сейчас повесить хэдшот и остаться в большинстве. Тогда шансы бы увеличились на взятие этого форс-раунда. Есть голова. Отлично. Реакция, да. Там второго тоже замечает Довкост. Но, правда, вот опасается еще одного там скаута. Гоуби в данном случае будет воевать. И вот он хэдшот. Довкост попадает по сопернику. Но получает по голове. В общем-то, пока должна быть перетяжка. Сам Дайянг. Крашка будет или нет? Нужно как-то сапотить. Еще закидка от атаки массовая. Сантарес замечает одного. Класс! Перевод на Сотвика. Еще один хэдшот на Диме. И только сейчас включается. Сам Дайянг забирает бомбу. Но здесь Сантарес. Король положения. Последний колди. И он попадает под турка. Это минус 4. Классная стрельба. Это незаконно. Как этот перевод вообще? Как перевелся, да. Как оно вообще засчитывается? Почему у Сантареса залетает? А у других людей вообще в противоположном направлении. Летят такие зажимы. Какой он жесткий. Ну вот тут, наверное, давкост. Все-таки, наверное, не стоило пикать. Наверное, чуть-чуть стоило отойти. Уже принимать. Вот на середине длины где-то соперника. Да. Рисковать. Должно быть полный эко. Тут, кстати, Бейджи могли вообще сыграть вообще как-то быстро с Рашем. Кстати, Спирит таким образом играли против Винстрайк на карте ДАЗ-2. Вот тоже у них такой раунд эко. То, что все вместе собираются на центре, пытаются играть на размен. А потом, если слышат выход куда-либо, там какие-то флешки на длину, то будут уже перетягиваться. С другой стороны, у них флешки нет, чтобы удивить оппонента, хоть кого-то забрать. Тут будет просто вот такой выход. Сокращает дистанцию. Голый на стрельбу, да. Забайтили. Ну и почему сами на зажим выходим, а не ждем. Ну, тут в любом случае было мало шансов. Хоть все, Гобби забрали. Это уже плюс. И Тапсона красным оставили. Могли, да. Я думал, тут сейчас будет двойной тавер под стенкой. Там двойная, тройная подсадка. Рангус там. Один летит, второй туда же там полетел. В общем, как-то... Ну, нужно было бы, конечно, отворачивать прицел противника. Но с другой стороны, Гобби, да, затопил. И, в общем-то, свои фраги получил. Первый ответственный раунд для команды Спирит. Мы помним, что Бигги тоже первую оружейку не взяли. Им было очень сложно в начале. 6-0, опять же, за атаку Тачили Спирит. Сейчас три ауга, ВП, МК. И есть центрики Латапсона. А ты говорил, что не надо им АВП. Нормально? В данном случае, да, это работает. Да, и РС был очень хороший, чтобы выйти таким образом. Флэшка тоже залетела в пользу игрока атаки. У нас отмечается также выход на центр. Сантерес вместе с Нексом. Право-лево рассматривают они как возможные контакты с противником. Дима стреляется с одними. Некс пока не может выйти. Он опасается АВП, который на руках у Сотфика. На нуки ушел, а там длина выходит. Длина пошла, да. Сотфику нужно поменять немножечко позицию, чтобы хотя бы больше одного минуса попытаться сделать. Просвет не увидел. Второй не... А это не бомба, это не бомба была, друзья. Через флэшку, через молик. Хорош, доработал. И слышит, что Зик сейчас над собой Сотфик, по идее. Ну что же, 4-3. Какой красный Сотфик остался после вообще этого контакта. 8 хп. Врыв от Сан до Янга. Открывается игрок атаки. Как же круто. Может быть Смок сейчас под флэшку рискнуть. На Некса выскочить. Еще один Смок. Ой-ой-ой. Какие рубежи. Да, под флэшку врываются в Смоки. Оттуда еще... Да что же делать? Нашивают. Да, ему это под ноги. Сам до Янга нужно двигаться влево. Это сейф? Да, возможно это сейф, потому что слишком много времени ребята потеряли. Но есть диффузы у сам до Янга. Он все еще на зиге. Есть время, да. Почему бы и нет. Сейчас бы Некса могут подловить в полупозиции. Друзья, это и происходит. Он даже минусы не дает. Как бомба стоит на самом деле. На длине рту. Это будет очень сложно. Но и Смок от Смда Янга того же. Нужно бросать его уже. Тут Тизян должен выйти на свои фраги. Забирает туда Стапсона. Одного второго тоже щелка. Дима на размене играет против. Один на один. Тизян на Стапсона. Последний один на один. Ситуация. Он тащит ее. Дима падает. Взрыв. И это врыв команды БиАйджи на следующий раунд. В атаке 12-8. Это Эйс от Тапсона. Это было круто, конечно. Но с другой стороны, как же классно все ребята из БиАйджи поработали по гранатам. Особенно что касается Зига. Потому что именно там Спирит не могли втроем выйти нормально. Ну что, Спирит, Спирит, пора собираться, друзья. Еще один экономический. Со счета 8-13. Команда попытается все-таки вытащить эту игру за защиту. Остановить атаку команды БиАйджи. И в принципе я по-прежнему считаю, что у них есть шансы хорошо сыграть в защите. Ой, какая флешка от Гоба. Тут сам же, сам Дайянг выходил тоже слепой даже. Учитывая то, что остальные ребята тоже поддерживали. Вне позиции находится один из игроков атаки. Но справляется потом уже после приземления. Тизиан тоже приходит. И это плюс к экономике. То, что вот никого не потеряли. Только что БиАйджи триплкилл от Гоба. Казалось, это был байт, когда выходил сам Дайянг. Думаешь? Он только вышел на инфу. Там вроде как флешка была. На перестрелку. Ну ладно, тут в любом случае было мало шансов. Вновь бай Аугов. Есть АВП на руках у Довкоста. Эмка Дима не изменяет ей. Довкост. Вот сейчас крайне важно. Больше, наверное, ошибаться не стоит. Нужно играть железобетонно. Уничтожать все, что движется своего АВика. Ну и давайте посмотрим. Остается он сейчас, кстати, на точке А. Наглость. Это второе имя Сантареса в этом раунде. И еще и смог там от защиты был, через который можно было там как-то пройти, чтобы не заметили. Но нет. Это Колди, который готов к этой агрессии. Да, это второй Тапсон. И ни в коем случае нельзя сейчас играть по окну одному из игроков опорников на точке Б. Флешка полетела неплохая. Да и ХАЕ под Некса. Я сказал, что без Тэшки нельзя. Тизиан залетает в Тэшечку. Есть все гранаты. И вот сейчас... Дима. Сам подставляется на воротах Дима. Это очень плохо нужно. Да, Колди все правильно делает. Великолепно. И бомбу выбивает. Вот это да. И Дапсон врыв в сотпика контролирует. Но при этом Колди играет. И еще одного забирает с собой. Как же он круто здесь совладал с эмоциями. И нужно было действительно принимать такое решение. Тизиан последний. Он понимал, что его зажимают на точке. Ему нужно куда-то вливаться. Либо в Тэшку, либо в окно. Там еще как раз хорошие флешки были от тиммейтов с КТ спауна. И это было просто шикарно. Колди. Минус пять. Ответ Тапсону. В общем-то очередной эйс. И это шанс команды Спирит здесь выйти на десятый раунд. И чуточку подобраться к сопернику ближе. Потому что деньги там уже у некоторых бойцов БиАДжи заканчиваются. Там у кого-то было 13. Вот точно такая же ситуация, которая была у Спирит в первой половине по экономике. Когда я говорил, что там сейчас будет 16 тысяч. А потом ребята проигрывают пистолетом. И просто это все за два раунда заканчивается. Великолепный Колди в этом эпизоде. Но таких раундов сейчас нужно показать. Ну, точно больше, чем один. Нужна серия. Так, на Б у нас... Нет, спокойно там Олик. Появляется вторая снайперская винтовка в защите. Два игрока. Близ дистанция играет также на центре. Дима близко. Сотли помогает. И читает Тапсона. И забирает его в пиксель первая кровь. Так, а может быть и Флорайя будет? Нет, все-таки немножко дернулся прицел. Поймал флешечку. Ну и продолжают какие-то сплиты Б себе придумывать беги. Но они пока что работают с трудом. Два Тэшка. Двое перед воротами. И, возможно, вот-вот начнется атака. Но, скорее всего, Зиг все-таки пройдет. Ну, пока он закрыт смоками. Могут еще вообще оставлять центр ребят из команды Спирит за него. В ситуации, когда у вас есть преимущество в одного. Можно не воевать. Можно вообще, в принципе, сотвика оставить на Сити. Но, с другой стороны, есть перекрестный огонь вместе с Димой. Который остался тоже на Зайчике. И сам Дайянг отвечает за длину, куда направляются два игрока Гобби вместе с Тизианом. Ну что, опять же, это похоже на 2 плюс 2 на точку А. Но тут длина очень важна. Да, это сам Дайянг. И одного и второго забирает. Ну и, в принципе, теперь уже намного сложнее БиАйджи. 2 в 5, конечно, можно выиграть. Но, учитывая время, молик, позиции игроков, это практически невероятно. Сантерес, это слишком, на самом деле. Тушить этот молик с Маком, потом идти туда же, в общем-то, на бортик. Это полный рост. Ты открываешься, в итоге сотвик забирает. Но есть размен. Next, последняя 1-4 ситуация. Клатч для, я хотел сказать, нового игрока команды БиАйджи. Нового старого. Отрезает он контрольский респаун Молотовым. Но тут уже Дима. Выход. И это спрей на хэдшот. Вот, в общем-то, десятые раунды команды Spirit отлично только что отработали. Как в центре, так и против Зига. Вроде и отлично. А вроде бы и бомба не должна была заходить на плент. Ну, взяли раунд уже хорошо, да. Ну и только одного потеряли в итоге сотвика. То есть экономика будет уже, ну, хотя бы на еще один раунд, если они там следующий проиграют. Хотя, с другой стороны, тут БиАйджи. Вот интересно то, что Тапсон уже потерял всю свою экономику. Ну, понятно, что 3-300 это уже неплохо. Но уже он будет просить дроп, и Сантерес дает ему снайперскую винтовку. Так, и в принципе, вот сейчас это последние деньги для команды БиАйджи. Судя по всему, там небольшой запас остается у нас. 2050 долларов максимум у Гоба Би. А, нет, 4-100 у Некса. Вот у него еще маленький такой есть запасик. Ну да ладно, будет бомба, там уже будем говорить о экономике. Пока посмотрим, что придумают БиАйджи в этом раунде. Выходились перед начале на старт длины. Убедились в том, что никто не пытается даже выйти на эту точку. Так что можно оставлять одного. Сам Даянга, кстати, там. Это Ак-47, который в предыдущем раунде очень круто встречал Банку. Убивал тоже двоих Коба Би и Тизина, которые там постоянно тусуются. Выход на центр. Там полетел Смок, я так понимаю, на Иксбоксе. Или Ксантарес даже без него, да, занимает эту точку. То есть Ксантареса запускать, что ли, будут? Одного? Нет, нет, нет. Тут кто-то должен подойти. Такое ощущение. Тут вообще просто под Смоком. Будет подсадка за Смоком. Ну здесь 3-3. С ВП. Колди готов или нет? Замечает его Тапсон. Ой, как же опасно. Колди сейчас может получить. А, все-все-все, повезло Колди. Есть информация о том, что была подсадка. Есть третий игрок на респауне. И, в принципе, сплитбэм, возможно, и остановят. Как-то сейчас ребята фейкуют. Номер 4 Ксантарес. Раскидывает шорт. И в этот момент все-таки 3 плюс 2, да, будет выход? Я до конца не понимаю. Распрощался с Молотовым. Но под него никто там не выходит из защиты. В общем-то, пока очень сложно прочитать позиции противника. Но знаю точно, что нет никого на плато. У Колди есть Смоук еще, друзья. Возможно, пора бы его сюда сейчас подкинуть ребятам в Т-шку в 40 секунд. Это будет просто ювелирно. На самом деле, если на таком тайминге летит эта граната. Давай, Колди, Смачок. Да, вот он Смоком закрывается у нас еще одним ребятом из КВД Бейджи. Тапсон закрывает в итоге Колди. Сам пошел. И сам погиб Дима. В итоге остается один. Там должна быть перетяжка от одного из игроков команды. Спирит, давкост и сотвик. Нужно уже помогать своим тиммейтам. Флешка летит. Дима! Нужно врываться, нужно еще убивать кого-то. Тогда получается убить этого Некса. И как же Гоу Би играет на размен? Хотя там были слепые абсолютно все. Это будет сейв. 14-10. Да, нет смысла сейчас идти на такой сложный ретейк. Как жестко. Колди просто нужно было мини-паузу сделать. Минимальная ошибочка от Колди. Все идеально было. Смок, смена позиции. Просто чуть больше паузы. Да, в принципе, ты знаешь, вот Афа лезь на этот ящик. Ладно, там у тебя будет возвышенность. У тебя будет возможность убивать соперника. Но с другой стороны, ты за ящиком. Вернее, ты на ящике получаешь какую-то шальную флешку через Смок. И ты уже слепой. Ты пытаешься просто отойти. Ты уже вне ситуации находишься. Тебя очень легко там будет забрать. Мне бы сейчас показалось, что он платформу хотел занять. Вообще было бы круто, я не знаю, даже просто сидеть за этим ящиком. Брать какой-то угол. В пиксель смотреть. Дима же у тебя стоит там у машины. Он должен рано или поздно появиться. И под флешку врываться было бы намного проще, если бы Колди находился как раз-таки за этим Xbox. Дима за зайчиком, понятно, там получил флешку, одного забрал. Но вот как раз-таки не хватило еще одного игрока, еще одного фрага, чтобы как-то могли спирит еще и совершить свой ретейк в точке B. Ну не знаю, вот все-таки, что заставило Колди поменять позицию. Возможно, там ребята что-то обсудили, что сейчас будет перестановка на пленте. Опять же, был у них третий игрок недалеко в респауне. Но да, получилось очень печально. 14-10. Важнейший раунд только что забрали B.I.G. для себя. Два раунда до победы на второй карте. Но есть по-прежнему экономика у защиты. Мы отмечали это в раунд назад. Ну и давайте посмотрим, что у нас произойдет на длине. Сейчас как раз спирит здесь не принимают. Сантероса выпустили. Там все очень хорошо отработано с маками и флешками от команды B.I.G. В яме может оставаться турок. Ну и бомба тоже перетягивается. Даже без зига будет работать команда в атаке. И это тоже примечательно. И угадает ли команда спирит с этим выходом? То есть как они сыграли? Они уже отдают аплэнд? Да, там действительно один пошел поджимать агрессивно зиг. Всего лишь один игрок остается там на джампере. Вот сейчас, кстати, на него выйдут двое. Его никто не прикрывает. Только игрок в шорте может через секунду здесь оказаться. Ой-ой-ой, спрей Сантерос! Как же получается убить еще одного Дима? Обрывается неплохо. В итоге это минус два. Дизиан Сантерос падает. Пока что преимущество для команды спирит было нивелировано. Ташин забирает Колди. Снайперская винтовка на длине. И под нее установка бомбы. Что по гранатам? Смотрим сразу. Молик, хаешка, флешка. Так, беда. Нужно что-то подбирать, если есть такая возможность. А если нет, то лучше через длину туда начинать выбивание. О, все, друзья. Это раунд для БИГ под номером 15, судя по всему. Да, тут уже Гоби может просто отойти на респаун. Или там остаться где-то на бортике. Дима не пойдет в смог, потому что его уже будут сдать. Ну и бомба там стоит на длину. Так что Диме было бы вообще круто уйти на сейв. Ты знаешь, тут нет шансов. Тут ситуация такая, что нужно что-то выносить. Но 15-10. Маппоинт. Команда БИГ. Ну, хочется, конечно, увидеть третью карту. И они заслужили ее. То есть своей игрой за атаку на карте ДАЗ-2. Да, чуть-чуть вот где-то не доиграли сперед. Хотя начинали 6-0. Потом были у нас какие-то моменты в защите, которые можно было использовать. Но я все же помню и не могу выбросить его просто из памяти этот выход от команды БИГ на последних таймингах на точку B. И вот этот минус от Тапсона по колде. Потому что это был, наверное, один из самых важных раундов в этой половине, в этой игре. Да, и очень крутой минус получилось дать игрку Берлин Интернешнл Гейминг. Друзья, ну что, все или ничего. Команда Spirit должна показать 5 раундов подряд, чтобы вернуться в эту встречу, сыграть овертаймы. Но, опять же, любой выигранный раунд сейчас заканчивает команда БИГ. И вновь через свой дефолт. Мне тут интересный дефолт, 3Т-шка, он своеобразный. Закупка в любом случае неплохая у защиты. Я думал, что будет хуже. Флэшка полетела от Тапсона, пытается прошивать дистанцию на центре. Но ее никто из защиты не занимал. Сантарес будет флэшка для Некса, чтобы прочекать выходы через плато. Но тоже все очень грамотно, аккуратно отыгрывается как атакой, так и защитой. Минуты 15. И, возможно, это будет внедрение через центр. Сейчас займут БИГ и Зик. Проверят, нет ли тут снайпера. Ближней позиции все тут нашивает Тизиан. Вместе с Сантаресом. Так, попытка от Тапсона правее. Нет, это просто флэшка. Ну, не так хотелось ее выбросить, видимо, от Тапсона. На самом деле не пошел. Из-за этого он стреляться. Со стартом возможным снайперским гнездом команды Spirit. И Сантарес занимает Зик. Флэшка еще полетела от тиммейта. Никого нет на ступеньках. И вот они, смоки, полетят уже от одной и второй стороны. Так, ну что же. Зик под контролем. Гранаты есть. Осталось разыграть свой раунд ребятам из БИГ. Очень неплохо все по расстановке. И вновь вот как-то здесь два игрока у команды Spirit. Третий в РУСПе. Да, вот возвращается обратно Сотвик. Это было слишком Сэмда и Янга почитали. Первый минус для команды БИГ. Вот он, выход через бортики. Сантарес забирает Сотвика. Некс работает против ДАВ Коста. Это крах. Тим Spirit проигрывает карту ДАС-2. Да, здесь уже нечего комментировать, друзья. Два в пять ситуация для Spirit. БИГи выравнивают счет в серии. Ну и остается сделать последний фраг для того, чтобы забрать себе вторую карту. Ну кэш, кэш, то что нужно. Посмотреть такое противостояние. БО-3 еще и карту кэш. Да. Я с тобой согласен, Тафа. Там фраги еще от Колди. Пытаются пройти дальше. Но мы-то знаем, что бомба там уже тикает. И Колди играет неплохо. Один на один, подождите. Подождите. Один на один, но как же там бомба уже. Должна взрываться или нет. Го-Би в итоге на бортике. На рампе должен выйти рано или поздно. Против соперника сработает. Но один патрон. И это патрон в голову. Точка от Фатиха до ИКа. 16-10. Победа команды БИГи. Размен картами получается.